И я продолжаю интересную историю с самой большой трансформацией в моей жизни, которая только могла быть. Итак, мы не стояли на месте. И подготовили с этими прекрасными воспитанницами, с моей командой, кругосветный марш мира. Стартовали в Москве, а затем отправились в большой тур по Америке, в рамках которого собирали подписи за мир, голосование за мир. Приехали люди из разных стран. Канада, Израиль, Америка, Казахстан, Корея. Приехали люди со многих стран, чтобы поддержать нашу миротворческую акцию и кругосветный марш мира. И мы всегда рассказывали простым американцам на улицах всех городов, Нью-Йорк, Майами, Лос-Анджелес, Лас-Вегас, о том, что мы простые русские люди, хотим жить в мире в согласии со всеми. Да, да, да. Я прекрасно помню эту историю. Половине наших девочек просто отказали в визе. Лакин, как так случилось? Когда половине группы отказали в визах, я пошел с единочным пикетом протестовать возле посольства американского США, что это несправедливо, собирал подписи за мир там. Более того, когда наша группа приехала в Америку, в Нью-Йорк, в JFK, в Кеннеди, то наши артистки, те, которые приехали, у нас была команда 40 человек. В самолете мы летели, собирали подписи, все в униформе. Из этих 40 человек, операторы, мужчины и так далее, из этих 40 человек вся иммиграционная и таможенная служба Америки выявляла сразу наших. Так, туда на досмотр, на досмотр. Нас встретили на границе, уже были заготовлены наши фотографии, и нас допрашивали, очень жестко допрашивали, досматривали. И у всех был один вопрос, зачем вы сюда летите? И я отвечал, меня уже знали там, уже несколько раз останавливали. Я могу сказать, что сейчас, каждый раз, когда я залетаю в Соединенные Штаты, мой допрос и каждый таможенный обыск длится 4-6 часов. Они знают, что я приехал в мир, у них все записано, но каждый раз 4 часа меня досматривают и опрашивают. А в Сингапуре в аэропорте я сидел 6 часов. Но когда я задал вопрос начальнику миграционной службы сингапурского аэропорта, я говорю, я не понимаю, вы что против мира? Я же мир пропагандирую. И он сразу, нет, вы не подумайте, ничего такого. Но для нас странно, что ездит какой-то человек по всему земному шару и пропагандирует ПИС. Я говорю, а это должно быть не странно, это должно стать нормой. Все должны стать миротворцами. Лаки, скажи мне, да, ваши аплодисменты, все должны стать миротворцами. Лаки, скажи мне, а это правда, что вы перекрыли золотыми танками Манхэттен? Именно так. Вот эта самая нашумевшая акция пошла по телевидению и по российскому, и во всех интернет-порталах. Это действительно был наш миротворческий десант Night Times Square. Когда наши красотки, вот они, Коко, Лаура и другие девчонки приехали и надели на себя костюмы танков, объясняя американцам, что жить надо в мире, и мы, русские, не хотим войны. Вот это было феерично. И более того, что мы не боялись. Наш миротворческий десант двинулся в Вашингтон, Нью-Йорк. Мы везде фотографировались, снимали видео, отсылали их во все информагентства мира. CNN, Fox, Russia Today, во все. Я представляю, как ты гордился своими воспитанницами, а? Да, вот наши красотки, они героини нашего времени, которые не побоялись осуждения, несмотря на то, что они работают в стриптизском районе. Которые, несмотря на то, что им грозила эта отменная виза, у них потом отняли виза американцы. Отняли. И это снято в документальном фильме. Да. За то, что они приехали продвигать мир. Вот так вот относятся. Внимание на экраны! Внимание на экраны! Внимание на экраны! Внимание на экраны! Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за аплодисменты, спасибо за поддержку И вот на экране я сейчас увидел своего старого друга Сашего Кузнецова Вы все его знаете, это известный всесоюзный актер был, всероссийский Но, к сожалению, он не дожил до наших дней До конца, до последнего дня боролся со страшной болезнью Поэтому, Александр, хочу знать, что мы всегда будем помнить тебя Мы помним, как ты вместе с нами совершил этот кругосветный марш мир Потому что Саша Кузнецов гражданин двух стран был И России, и США И, конечно, он не мог остаться в стороне от такого мероприятия Мы же все помним Джека Восьмеркина, да? Помним? Он в нашей памяти остался как Джек Восьмеркин И сегодня я рад, что здесь находятся его сыновья, граждане Америки Они часть прожили на Украине жизни Часть в России, часть в США Они сегодня здесь Ребята, я вас приветствую Спасибо, что вы здесь Ну что, как можно было остаться от такой миссии в стороне, правда? Владимир Владимирович Познер или Маргарита Симонио Что скажете? Не понимаю я вас Лаки, вот скажи мне, я уверен, что твои миротворческие акции Вызвали большой общественный резонанс С чудовища засмеялся Я тоже так был наивен и полагал, что да Но, к сожалению, к сожалению Немного СМИ об этом писало К сожалению, Russia Today осветили эту акцию Но только в Америке К сожалению, для того, чтобы пробиться Хотя бы в информационный канал на телевидении Ведь многие из вас увидели акцию Танки на Манхэттене по телевизору Поднимай руку, поаплодируй, кто это видел по телевизору Да Для того, чтобы танки все-таки миротворчески вышли на Танксквер и на телевидение Мне пришлось выложить 300 тысяч долларов США Из своих личных денег, которые я заработал, где? У себя в клубе на обнаженных красотках То есть средства массовой информации об этом умолчали? Западные средства массовой информации предпочли сделать вид, что ничего не происходит Ты мирил странно, а что было у тебя в семье? Расскажи нам Война началась у меня в семье Мои две любимые женщины устроили меня вау Я чувствовал себя, что я как лоскутное одеяло И меня нарвут на части Вот так вот все Потому что как же так? Мать моего ребенка Мой самый близкий друг И вдруг не ладит с моей Теперь уже дважды бывшей невестой Юлечкой Да, это такой дважды бывшая невеста Дома семейные скандалы Куда ты идешь? Ты заблуждаешься Тебя церковь не поддерживает в России И так далее, и так далее, и так далее Я говорю, подождите, стоп Я знаю, куда иду Меня Бог ведет Если я вкладываю туда инвестиции Значит, я делаю правильное дело Против были все Мама Юля Брат Все Я думаю, что происходит И вот тут я понял Что мир В социуме В городе Или мир в стране Или мир между странами Невозможен прежде всего Без мира в семье Да Лаки было очень тяжело В этот момент Мы поддерживали его Как могли Но без мира В семье Наладить мир Во всем мире Очень тяжело Действительно И вот кадры Которые устраивали мне Мои любимые женщины Дома и так далее Но что оставалось сделать Единственное Когда происходит такое Всегда спасает Что? Юмор Юмор и самоирония Дамы и господа На сцене Юлия и Светлана Отрывок из нашего Замечательного мюзикла Девушки Я хочу вас представить Друг другу Это моя Юля А это мой друг Я говорил тебе Моя бывшая супруга Светлана Девушки Пообщайтесь I'll be back Прекрасно вот это дело Представить себе не могла Что к бывшей жизни приведет С ума меня это сведет Нет, не здесь Прости Нет, не так Прости Нет, нельзя Прости Слушайся во всем меня Поделюсь с тобой я опытом своим Расскажу о лаке нашей жизни с ним Чтоб сильней любил тебя день от дня Слушайся во всем меня Что умного она мне может рассказать Не сумела мужа рядом удержать Но уж нет, сама я знаю, что хочу И я шанс не упущу Научу тебя, как быстро отличать Что в жизни плохо, а что хорошо Ты должна женою идеальной стать Хоть тебе не понимаешь, что он в мире нашел Твоим примером буду Будь послушной девочкой его всегда Не беречь ему ни в чем и никогда Здесь лежит посуда, здесь сковорода Быть сытым должен он всегда До того, как стала я его женой Всех мужиков я сводила с ума Забудь, чтоб было лаке, будет мой Справлюсь без твоих советов Знаю все сама Твоих советов мне не надо О, да? Нет, не здесь Хочу Нет, не так Могу Нет, нельзя Смея Мы теперь с тобой друзья О-о-о-о-о Какая же она семья О-о-о-о-о Мы теперь одна семья Однажды ко мне пришла девочка Заплаканная вся в слезах И говорит, мне очень нравится здесь работать Я себя чувствую, как каждый день на выпускной вечер Я надеваю лучшее белье, красивое платье, туфли Я иду на работу с таким воодушевлением, потому что мне нравится ловить комплименты мужчинам. Говорит, в жизни так выхожу, мало мужчин говорят комплименты. В магазинах хамят, таксисты хамят. А здесь, говорит, так здорово, так по-доброму. Но, говорит, меня мама не понимает. Мама со мной конфликтует и говорит, бросит недостойные занятия и так далее, и так далее, и так далее. И тогда я решил что сделать? Я решил сделать постановку, мюзикловую постановку. И пригласить и ее, и маму на этот спектакль. Ну и, конечно, заодно пригласил свою маму. Ну что ж, давайте посмотрим отрывок из этого мюзикла. Очень интересная постановка. Я надеюсь, она вам проникнет в сердце, и ваше сердце растает. Итак, внимание на экраны. Дамы и господа, Ladies and gentlemen, Впервые на сцене Golden Girls Новая звезда клуба Великолепная Голди! Пустите меня! Пусти, я сказала! Ща в лоб дам! Это что, ее мама? Всем стоять! Что это? Я мать! Я вам сейчас покажу звезду! Устроили тут бардак! Послушайте, женщина! Рот закрой! Че булки-то растопырила? Так, музыку уберите! Уберите музыку, я сказала! Ты торгуешь телом! Как же ты посмела! Что же ты творишь? Как ты можешь? Ты была всегда ученицей прилежною! Я хотела, чтоб ты замуж вышла скорее, И хозяйство вела, И рожала детей! Ты торгуешь телом! Как же ты посмела! Что теперь соседи скажут? Будут презирать! Нам с отцом будут след плевать! Ты же моя дочь! Я бахала день и ночь! Чтобы ты смогла, как я, бухгалтером стать! Ты торгуешь телом! Как же ты посмела! Мама, ты меня пойми! Не хочу я жить, как ты! Ведь сбылись мои мечты! Мама, посмотри вокруг! Какая роскошь здесь и красота! Мама, мама, верю, простишь! Я хочу блистать! Я в Голден Йолс мечтала быть звездою! Ты пойми, я всегда этого хотела! Сердце мое рвется на части! Я очень хочу, чтобы ты нашла счастье! Дочка, прошу, возвращайся домой! Дай обрести мне душевный покой! Мама, должна ты меня понять! Ты же не хочешь дочь потерять! Дочка милая, я же боюсь за тебя! Ты же частичка моя! Ты кровинка моя! Я знаю, ты переживаешь, но прошу, пойми меня, здесь буду счастлива я! Я буду звездой! И мое место здесь! Прошу лишь, прими меня, такой, как я есть! Что уж тут поделать! Ты же дочь моя! Все, чего хочу я, это счастье для тебя! Мамуля, все будет хорошо! Я так тебя люблю! Вернемся к главной теме Нетолерантность, непринятие Что такое нетолерантность? Ну ладно, когда меня, продюсеры голых женщин, считают чудовищем, обвиняют в чем-то! Но за что красотки-то страдают! Ведь у них порой нет возможности заработать на достойную жизнь! Ведь их порой не обучают, как выйти в жизнь и чем заняться! Как найти свое призвание, свое предназначение! А предназначение женщин через красоту дарить вам мир, любовь и добро! И ты понял, что нужен какой-то новый механизм, да? Я понял, что нужен какой-то новый механизм для защиты женщин! Потому что, поехав в Америку, на Джентльмен Клаб Экспо в Лас-Вегас, Я удивился масштабности! Три тысячи американских стриптиз-клубов со всей Америки Съезжаются на большую конференцию, где более пяти тысяч делегатов! Это большое и крупное профессиональное сообщество, которое защищает интересы индустрии, клубов, артисток, борется с харассментом и так далее, и так далее, и так далее! И там состоялась еще одна узнаковая встреча! Я познакомился с президентом Американской ассоциации стриптиз-клубов, Анжелиной Спенсер! Женщина, которая 35 лет назад работала стриптизершей, потом стала менеджером, потом стала управляющей, создала свой бизнес и впоследствии стала самой главной в Америке по всей индустрии стриптиза! Президент Ассоциации! Теперь бывшая артистка стриптиза рулит всей индустрией в Америке! Вот такая сторона возможностей! Забегая чуть вперед, скажу, когда мы открывали нашу первую ассоциацию в России, то мы пригласили госпожу Анжелину Спенсер, американку, посетить наш учредительный съезд! И она с удовольствием приехала, выступила с передачей опыта, речи и самое главное, она сказала федеральным телеканалам, что у нас в Америке толерантно относятся к стриптизу, к эротическому шоу! Абсолютно верно! А важно то, что с помощью ассоциации мы меняем общественное мнение! Женственность и сексуальность принадлежат только нам! И не надо нам говорить, что с этим делать! Мы сами разберемся, что нам с этим делать! Лаки, вот ты делаешь отличное шоу, которое удивляет даже американцев, хотя они уже, казалось бы, повидали все! Да! Но когда мы через год уже приехали нашей группой из 15 человек в Америку, покорять Америку, на этот же Лас-Вегасовский фестиваль и поставили свой стенд, который был самым крутым и интересным! Кстати, мой племянник Ваня как раз, по-моему, помогал нам осуществить эту поездку! Где племянник Ваня? Где-то здесь! Это были самые интересные проекты и многие американские боссы, владельцы крупных сеток, у которых там бизнесы по 40-50-100 миллионов долларов, приходили и говорили, как же у вас все-таки красиво и круто! Какие вы делаете красивые шоу с этими прекрасными русскими девушками? Но у тебя не просто прекрасные девочки, они у тебя девочки с повышенной социальной соответствием! Именно так! Я и говорил в Америке, что у нас русские наши красотки, это еще девушки с повышенной социальной ответственностью, потому что они выпускают антивоенные календари, совершают миротворческие марши мира кругосветные, и, конечно же, развиваются сами, и за это вам большое спасибо! Без вас бы я никогда не справился! Но я слышал, что есть люди, которые особенно упорствуют в своей ненависти к тебе и твоим воспитанницам! Абсолютно точно! Есть такое? Да! Взять бы вот хотя бы того господина Захарова в клетке, покажите его! А так вот, кто у нас в клетке! Господин Захаров! Давайте, как это принято, мы скажем ему... Лаки, расскажи, в чем проблема с господином Захаровым! Владелец, уважаемый, у самого крупного портала по поиску работы SuperJob обозвал нас мутантами? Впрочем, посмотрите сами и скажите, имел ли он право поступать так? Внимание на экраны! Конфликт начался в 2014 году. Лаки искал для своего клуба артисток шоу-балета. Однако портал Суперджоп публиковать вакансию отказался. На логичный вопрос «почему?» был получен ответ «С борделями мы не работаем». Когда Лаки резонно потребовал извинений, скандал вылился на просторы интернета. Не остался в стороне и президент портала Суперджоп Алексей Захаров. И сделал пару публичных заявлений. Если эти мутанты поведут себя неправильно, тогда мы их будем учить правильному поведению. А пока не вижу смысла нигде упоминать название этого борделя. Это же для них бесплатная реклама. Обойдутся. Мы... ...посмотрим, что все мы не очень хорошо. Если никто об этом не знаете, мы с вами об этом впервые, наверное, расскажем. Мы частная компания, все таким-то творим. Мы сами выбираем, нас правило записывать. Мы в борделе не работаем. Они считают, что они не бордели. Они приличные бордели. А мы считаем, что все бордели не приличные. Итак, мы пошли в суд. Но судья встала на сторону господина Захарового. Повела себя очень неприлично. Получается, она считает, что мы мутанты. Я, по-вашему, мутант? Нет! Девочки, которые выступали здесь, по-вашему, мутанты? Красотки! Нет, госпожа судья. Нет, господин Захаров. Мы не мутанты. Далеко не мутанты. Внимание на экран! Мы не мутанты! Как же надоело это все. Скучно. Девочки, не мутанты. Одни те же лица. Девочки, не мутанты. Девочки, не мутанты. Езжай до Москвы. Там лаки и жизнь будет слаще хавы. И вот мы с подругой танцуем ступь тис. Она Каролина, а я Беатрис. Мы круче любых королев красоты. Когда между ног зажимаем шесты. А тот, кто считает мутантами нас, Ему надо к доктору прямо сейчас. Мы не мутанты. Мы не мутанты. А просто у нас такие таланты. Мы греем сердца. Зажигаем умы. Мы делаем лето. И споры зимы. Мы не мутанты. Мутанты не мы. Горс, горс, горс. Голден, горс. Горс, горс, горс. Лаки, горс. Приходят мужчины, чья жизнь не удалась. Банкир и министр, полковник и князь. Один уже даже влюбился чуть-чуть. Ах, мама, спасибо за попу и грудь. А тот, кто считает мутантами нас, Ему надо к доктору прямо сейчас. Мы не мутанты. Мы не мутанты. А просто у нас такие таланты. Мы греем сердца. Зажигаем умы. Мы делаем лето. И споры зимы. Мы не мутанты. Мы не мутанты. А просто у нас такие таланты. Мы греем сердца. Зажигаем умы. Мы делаем лето из поры зимы Мы не мутанты, мутанты не мы Girls, 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 golden girls Girls, 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 lucky girls Girls, 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 golden girls Girls, 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 golden girls Мы не мутанты! Девчонки и лаки заявили, что они не мутанты Они пошли в суд и они отстаивали свои права Лаки не из тех, кто пасует перед трудностями Он не остановился, когда понял, что не сможет добиться правды в суде Он долго думал о сложившейся ситуации Судья не захотела признавать обидчиков к ответу И фактически позволила господину Захарову и ему подобным оскорблять и унижать артисток И тогда лаки понял, чтобы привлечь внимание к этой проблеме, он должен стать ни много ни мало кем? Кандидатом в президенты Российской Федерации! О, да! Это было круто! Это было круто! Кандидат в президенты России! Это было круто! Да, но он же понимал, да, что Владимир Владимировича ему победить не удастся Но он пошел кандидатом не для того, чтобы бороться с Путиным А для того, чтобы донести самую главную ценность под своим лозунгом Защищая женщин, я защищаю мир И я был единственным кандидатом, заметьте Единственным кандидатом за мир Ни одного кандидата в президенты за мир больше не было в нашей стране Очень обидно А скажи мне, и что же было? Вот ты стал кандидатом и ты вышел на президентские дебаты? Да, я побывал всего лишь три дня кандидатом Впоследствии мы, конечно, еще будем разбираться, как этот ЦИК там отказал И что они там с документами у них не совпало Но! Но! Я доказал всему миру и нам, что я, простой владелец стриптиз-клуба, могу все равно стать кандидатом И моя задача была, конечно, дойти до дебатов Прежде всего, до без дебатов Для того, чтобы донести самую главную ценность Да, ты пытался достучаться до социума Чтобы донести до окружающих, насколько важны мирные взаимоотношения, я прав? Да, абсолютно точно Расскажи мне, чем ты похож на Николая Рериха? Потому что именно, следуя примеру Николая Рериха Для того, чтобы донести мир, ценность мира Я выбрал такое понятие, как культуру Потому что Рерих говорил, что мир через культуру И для этого я организовал как раз мирокультурные инициативы В виде постановок мюзиклов, шоу и разных спектаклей А правда, что тебе помощник Жириновского сказал, что мир их не интересует? Абсолютно точно Меня сказал помощник Жириновского, что мир не интересует и мы хотим войны Мне сказал это Насим Талеб Известный американский философ, бизнесмен, который читает лекции У него лекция стоит 100 тысяч долларов Он приезжает в Россию Но когда мы ему задали вопрос, он сказал Не думайте вообще о мире, занимайтесь только деньгами Но я слышал, что ты подал заявку в Минкульт Что это была за заявка? Вдохновленный успехом нашего фильма «Стрепис» Мы подали в Министерство культуры Российской Федерации Заявку на создание документального миротворческого фильма Фильма про миротворчество И, к сожалению, мы получили отказ А это даже значит, что в Министерстве культуры Никто не понимает, что мирные и дружелюбные взаимоотношения Это есть, прежде всего, признак цивилизованной культуры Значит, нужно в Министерстве культуры срочно Медынский, где ты? Медынский Медынский Срочно организовывать тебе надо в Министерстве культуры Отдел физкультуры По аналогии с отделом физкультуры и спорта Дайте аплодисменты Аплодисменты Даешь физкультуру в Министерстве культуры И я вижу, что эту нашу фантастическую инициативу Прибыли поддержать наши дорогие гости Опиньенмейкерс, известные журналисты Главные редакторы и артисты Поприветствуем их аплодисментами Встречайте! Где они? Где они, наши артисты? Господа, артисты Ну где же вы? Ждем вас! Ну что же, аплодисменты Мы встречаем наших VIP-гостей Которых мы ждали весь вечер вот за этим столом Итак, Пис Ждун Пис Молчун, Ждун за мир Дмитрий Портнягин Клуб Трансформатор Переканал Мир Пис Молчун, Я Ждун, Я за мир Маргариты Симоньян Russia Today поаплодируем Леонид Закашанский, НТВ Выводите сюда Алексей Венедиктов, конечно же Эхо Москвы Сергей Шнуров, конечно же Так, подожди, девочки Посадите их таблическими сюда Да, да, да Не так близко Так, отлично А Медынский где? Медынский унесите сюда Пис Молчун за мир Медынский И Тимоти здесь, красавчик Дорогой ты мой молодой друг Сколько уже у нас почетных гостей Михаил Шведкой, конечно же Конечно же, Михаил Шведкой Сергей Шнуров Вот туда посадите, разверните, чтобы под камеру было Даже Познер у нас есть, вау Прямой эфир выдай вашим друзьям Познер у нас, вау Лолита Милявская, соседка твоя Лолита Милявская, твоя соседка Лолита Милявская, соседка Лолита, где же ты, моя письмолчунья Сколько я к миру призывал-то Дамы и господа Аплодисменты нашим гостям Аплодисменты нашим гостям Знакомые продюсеры-американцы сказали Лаки, что на дворе очередной кризис, что надо подавать свои активы, продавать свой бизнес и переезжать Куда? В Соединенные Штаты Америки Ему предложили вместе с ним делать кино Лаки ответил А на кого я брошу свое дело и своих сотрудников? Я не могу предать свой мир Кто, кроме меня, может в этой стране защищать женщин? Конечно, есть защитников, но таких, как Лаки, нет Американцы Лаки не поняли И они с Лаки расстались В этом мире есть кое-что поважнее денег И Лаки это прекрасно понимал Например, уважение к своим корням Уважение к своей родине На Лаки часто выходили разные общественные деятели Смысл их выступления сводился к одному и тому же Мы продвинем тебя и твой проект Но если ты захочешь заниматься миротворчеством Забудь! Забудь про стриптиз Но из песен слов не выкинешь Помните, как там поется? Не отрекаются любя Да и какой смысл пытаться стыдливо замолчать факт о том Что знает вся Россия Лаки Ли Король стриптиза и гордится этим Я прав? Аплодисменты! Лаки Ли, король стриптиза и гордится этим У него уникальная история борьбы за мир За последние 6 лет он вложил в эту борьбу Более 3 миллионов долларов Вот такой человек Лаки Ли Но сколько же федеральных СМИ написали об этом? Никто, кроме газеты, российские корейцы Не выразили желания взять у Лаки интервью И они совершенно бесплатно опубликовали материалы о Лаке Впрочем, с западными СМИ все тоже не слишком радужно Бас Фит написал о миротворце из России Потратившем на то время миллион долларов на миротворческие акции А вот лондонский корреспондент так и не увидел ничего интересного А вернее, лондонский корреспондент взял интервью Ему интервью очень понравилось Но газета отказалась интервью публиковать Итак, я, а вернее Лаки, хочу спросить всех собравшихся в этом зале Почему в нашей стране только чудовище Владелец стриптиз-клуба парицами ханжескими обществами Кричит о мире Других смельчаков не нашлось А ведь его силы не безграничны Неужели никто больше не может справиться с этими проблемами? Но давайте вспомним наших супергероев российских Кто у нас были? Иван Дурак Ха-ха-ха Он на печке ездил И на коньке, горбунке скакал И с чудо-юдом сражался Три богатыря Опять же стояли на страже с землей русской Кого мы еще можем вспомнить? Точно! Штирлиц! Штирлиц вместе с радисткой Кэт Таких дел навертели, что У-у-ух! Только вот беда Они все ненастоящие Они все вымышленные А нам нужен первый Реальный Русский Супергерой И я не знаю, готов он к вам прийти или нет Готов? Итак, первый Реальный Российский Супергерой Он к вам идет Встречайте! Ненавистникам всем Я даю отпор Захламили вы интернет Терпеливо читал я вас до сих пор Но больше терпения нет Попытаюсь долбить Что нам всем нужен мир Но в тренде сейчас Автомат и мундир Мы на грани войны И понять все должны Что она Не оставит живых Много видел я в жизни своей И я истину всюду искал Я весь мир обошел И мудрее я стал И Иисус мне путь указал Моя миссия Мир на земле сохранить Народы объединить В цели только вперед Бисман мир вам несет Штирлиц, Бонд и Чапаев Изжили себя Нужен новый супергерой Все живое Безумцы Двометность ребят Если кто-то не крикнет им Стой! Я пришел в этот мир Чтобы его сохранить И безумие я Должен остановить Я ваш новый герой Бисман имя мое Кто за мир? За мной встаем Много видел я в жизни своей И я истину всюду искал Я весь мир обошел И мудрее я стал И Иисус мне путь указал Моя миссия Мир на земле сохранить Народы объединить В цели только вперед Бисман мир вам несет Все страхи и сомнения Остались позади Бог нас не оставит На праведном пути Должны мы нашим детям Дать мир на всей планете И если силы мы объединим Его мы отстаем Моя армия будет расти с каждым днем Но для мира нет для войны И я знаю, что к цели мы вместе придем Лишь верить вы мне должны Пусть политики слышать Меня не хотят Но они знать должны Дети им не простят Я буду драться за мир Ведь порой быть должно С кулаками добро Много видел я в жизни своей И я истину всюду искал Я весь мир обошел И мудрее я стал Иисус мне путь указал Моя миссия мир на земле сохранить Народы объединить В цели только вперед Письмен мир вам несет Письмен мир вам несет Письмен мир спасет Итак, был рожден новый супергерой Русский супергерой Письмен И, конечно же, вместе с красотками Абсолютно Абсолютно Куда ты без красоток? А расскажи-ка нам, Лаки Почему ты решил стать супергероем? Во-первых, я понял Потому что миротворчество Это опасная тема Вспомните Мартин Лютер Кинг Индира Ираджива Ганди Мохаммеда Али Владимира Ильича Ленина Авраама Линкольна Джона Кеннеди Джона Леннона Саманту Смит Помните 11-летнюю школьницу Которая как-то случайно В самолете взорвалась Очень случайно Очень интересно Список можно продолжать Да что там Даже меня, Лаки Ли Который никому ничего не сделал Плохого Могут завтра Но Будь что будет Потому что Бог меня ведет Я иду за Богом И я верю Что Бог хочет нас От всех людей Только одного Мира Смирение требует Он от нас Смиритесь То есть это значит Миритесь, миритесь И миритесь До тех пор Пока не смиритесь И я всеми силами Как могу Борюсь за мир Но Я смертен А вот супергерой Писман Он бессмертен И он продолжит Дело мира В любом случае Что бы ни произошло А моя оружие Это честность И открытость перед вами И будь что будет Скажи мне Писман создан По твоему Образу и подобию Это так? Да По моему образу и подобию Мне многие говорят Слушай А че он у тебя С корейским лицом Я говорю Ну потому что он Срисован со своего Творца По его Образу Мне говорят Ну это же не станет Популярно Я говорю Ну хорошо Хотите Если вы миротворитесь Я ваше лицо вставлю Но скажите мне Хотя бы еще Одного более сильного Или вообще Миротворца Активного в России Есть или нет? Если есть Я поставлю его лицо Буду? Ты один А раз нет Тогда по комсомольской Старой привычке Если не я То кто же Я взял на себя Такую ответственность Продвигать Пис Миротворчеством Лаки И ты смело говоришь О всех проблемах Нашего общества И ты не боишься Поднимать тему Которую социум Старательно Замалчивает Ох Замалчивает В чем твоя суперсила? В том Что ты способен Зародить Свои Заразить свои идеи Важности Примирения Абсолютно А у Писмана Есть соратники Или нет? Конечно Это мои прекрасные Артистки Пис Бьюти Которые только что Выступали в плащах Это и есть те соратники И также моя команда Которая готовила Весь сегодняшний спектакль На протяжении Шести месяцев Да Шесть месяцев Мы готовили Смелые Абсолютно Для того чтобы Наконец мир Узнал Что такое мир И кто ответственен За мир Смелые Рискованные Актрисы Всегда готовы Поддержать Своего Предводителя И мы видим Конфликты Войны Нетолерантность Недружелюбие Но дружно Кричим Как что мы кричим Что За Фигня Что за фигня Лаки И его армия Врагов не ищем Мы хотим Мы в мире жить Быть сексуальными Мужчин с ума сводить Идеи мира Мы в Махэттен Принесли И в танках золотых По улицам прошли И простые американцы Были счастливы Видеть нас Ведь использовать Надо шансы Чтобы мир Сохранить сейчас Вернулись домой А там Боже мой Наш Дарк и морой Модела Мутантами Нас обозвал Исправе на равенство Нам отказал На нашу честь Он бросил тень Что за хрень Что за хрень Что за хрень Что за хрень Пошли мы в суд Чтоб справедливость Отстоять Судья вела себя Как конченная Блять В ее глазах Лишь зависть К нашей красоте Но мы не сдались Были мы на высоте И не сломлены мы тем Что так несправедлив Наш суд Все равно докажем всем Что уважать должны наш труд Живем как хотим Права оснаем И мы победим Нет, мы не мутанты Мы честно живем Стараемся быть примером во всем Мы правдить хотим И вот вам итог А судьи кто? А судьи кто? А судьи кто? А судьи кто? За мир мы бьемся Но нас слушать не хотят Но не боимся Мы ни троллей Ни преград Пусть знает мир Что моя эра настает Я обещаю вам Что Писман мир спасет Я в президенты шел Чтоб слабых защитить Мы все имеем право В мирном мире жить Но экземпляры есть Которых и не пойму Добро творить Они мешают Почему? Я не мутант Ты слышишь И тебе не враг Но ты ведешь себя Сахаров Как мудак Что за мудак? What the fuck? What the fuck? Что за мудак? Ну что ж, возьми Заткнули в жопу языки Вещать о мире Вам, наверное, не с руки А то, что мы сегодня В шаге от войны Вам наплевать Вам только рейтинги нужны И стучусь я в закрытые двери Я до вас докричаться хочу Можно мир спасти, я верю Нам все это по плечу И встанем стеной Мы за тобой Наш супергерой Путин, Трамп, Европа, очнитесь Нам немного отведено Призывают, договоритесь А иначе все будет говно День это дня Пустая возня Услышьте меня Что за хуйня? Что за хуйня? А где же мир? Что за хуйня? Везде война Что за хуйня? Ответьте мне Что за хуйня? Что за хуйня? Спасибо Спасибо большое Это было для всех зрителей Всемирного интернета И даже для телевидения Перевожу на русский язык Что за хуйня? Лаки, я вижу Ты не на шутку возмущен, а? Еще бы Я не то что возмущен Я просто разозлен Разозлен на этих Тех людей И компании И СМИ Которые молчат Умалчивают Это та самую главную истину Которую нам дал Еще Господь Бог А давай этих людей Пригласим к нам на сцену А давай Красотки Так, дорогие мои красотки Девочки Давайте пригласим Наших гостей на сцену Ну-ка выносите наших Пис молчунов А пока вы выносите Гостей на сцену Я хочу сюда Симонян Кознер Шнура В первый ряд А я пойду переоденусь Ты пока переодевайся Подожди А я секунду Я хочу пригласить на сцену Господина Захарова У нас сегодня в гостях Весь вечер в клетке Сидел Господин Захаров Господин Захаров А, Захаров Ну давай Давай, красота Пока у нас ждуный Заполняет шеф Господин Захаров Ваша речь Мы вас не зря сюда пригласили Где вы? Давно выводили А то 5 и 5 Всем доброй ночи О, это все мои знакомые Ужас Я каюсь Очень-очень виноват Готов об стенку Биться головою Прошу, не надо мне пощад Снимая шляпу Приклоня колено Звал мутантами я тех Кто в танце Дарит счастье людям И дом Невинных у тех Назвал борделем Прошу прощения И в этот праздник Поздравляю я вас всех И чувствую вину свою я За мир с радостью Поднимаю руку Виновен я, конечно, во всем Меня простят? Нет? Господина Захарова Мы простим только тогда Тогда вас, господин Захаров Когда вы А Извинитесь перед лаки Б В своем издании Вы Поместите Объявление В Вы станете Сторонником Движения мира Г Вы придете в клуб И извинитесь перед всеми девушками Работающими в клубе А теперь вы свободны Займите место в своей Клетке Вот так человек Раскаялся Ну, надеемся, что Жизнь его Чему-то Научит И лаки Я знаю С самого рождения Всю его Сознательную жизнь Еще с детства С Караганды Потом, когда учился В школе Я приезжал На каникулы И потом По воле случая Я проповедовал Лаки Иисуса Христа И мы с ним вместе Ездили в Лос-Анджелес На американский Иисус Христа Иисус Христа Сам я Служу В Корее В русскоязычной церкви Лаки, мы поздравляем тебя С этим прекрасным юбилеем Желаем тебе счастья Верной команды Чтобы ты Шел в свои цели И мы Желаем тебе Всей нашей Молодежью Домой Славит тебя Господь Иисус Христа Молит тебя Давный Слив на тебя Господь Светлым Лицом Своим И помилует Тебя Народи Господь Слов свое На тебя И ты Славит тебя Господь Оistes Обнове Славит тебя Где Славит тебя Оте КОНЕМ ПОЮТ СЛЕМ Субтитры создавал DimaTorzok Дорогой мой Лаки, я от всего сердца поздравляю тебя с юбилеем Желаю тебе здоровья, счастья, гармонии, успеха Я люблю тебя, твоя Лорик Самый лучший день, сегодня счастлив весь мир Улыбки солнца и звезды, все для тебя Праздник большой, все вокруг затмил Ярче стала планета в твой день рождения Семнадцать лет назад в солнечном Крыму тогда Какое счастье, что у нас судьба в лаке свела с тобой Мой надежный друг, моя опора истина Спасибо, что ты есть на свете, в сердце человек дорогой Пусть энергия будет бурной, для побед, покорения вершин Пусть как в сказке будет чудо, играет краска в миши Пусть будут рядом друзья, здоровье будет сибирским Мы крепкая, дружная семья Небо солнцем, лучи сты Блаки с юбилеем С днем рождения Пусть от радости Сияют глаза Ангел-хранитель Обнимает пусть вновь и вновь А в сердце живут Счастье и любовь А если вьет в жизни дождь Ты тучи разгоняй Пусть наполнен доброва смеха Будет твой дом Таких, как ты на земле Больше не бывает, знай Там, где ты всегда Светло и тепло Самое лучшее знаешь Только начинается Пусть воплощаются планы и цели Твои искорей Реализуются проекты И легко все получается Гармонии и мира в душе Лагерь всегда в себя бей Пусть энергия будет бурной Для побед, покорения вершин Пусть как в сказке будет чудо Играет краска в миши Пусть будут рядом друзья Здоровье будет сибирским И крепкой дружной семья Небо солнцем лучистым С днем рождения С днем рождения Пусть от радости Сияют глаза Ангел-хранитель Обнимает пусть вновь и вновь А в сердце живут Счастье и любовь С днем рождения Пусть от радости Сияют глаза Ангел-хранитель Обнимает пусть вновь и вновь А в сердце живут Счастье и любовь Ой, я окружен Такими звездами Я аж засмущался Засмущался Лаки, ты где? Ты как-то поспокойней со звездами общаешься? Ты хочешь с ними пообщаться? Нет, я хочу сначала Пообщаться с публикой Со зрителями, с теми близкими По духу мне людьми Которые пришли сюда С теми зрителями из интернета Которые сейчас Неотлипно смотрят экраны Думают, а что здесь происходит? Сейчас И я хочу Первое Душевный стриптиз Это когда я душу открываю Это когда я рассказываю О самом сокровенном Это когда я рассказываю О переживаниях И когда я ничего не утаиваю Моя сила Супергероя В честности И открытости И я хочу, чтобы мою исповедь Вместе с вами Зрители Послушали также Вот эти вот Писмолчуны Ждуны за мир У них теперь такой Ник пойдет В интернете Кто молчит за мир Вот будет Вот Маргариточка Семенен И так далее Ну ладно Итак Сейчас я вам расскажу Почему же На самом деле Происходят войны Конфликты Непонимания Что происходит Вы уже наверное Догадываетесь примерно Что происходит Да? Вот Но тем не менее Первая часть Исповедь Я вам расскажу Что было Но уже не сейчас На сцене А буду с вами Вместе смотреть Мою исповедь Которую я записал Записывал ранее На камеры И посылал Моим любимым Друзьям Соратникам Единомышленникам Итак Внимание на экраны Когда у меня Пришла болезнь В 2013 году Кстати Когда я делал Первый миротворческий проект Но мне очень было важно У меня вдруг ноги подкосились Не ходят Оказалось Подали Болезнь суставов Обмен веществ нарушен Соли не выводятся И я ездил В инвалидной коляске И за ночь До того Как стартанул проект Make Love Not War Я понимал Что завтра У меня начнутся Ответственные съемки Фотосъемки Девушек Что мне нужно приехать И вдохновить И зарядить А я не могу ходить Я валяюсь дома Уже месяц И не могу ходить Вообще никуда Я позвонил помощникам Ночью тут же Сказал Ребята Найдите мне За ночь Инвалидную коляску И костыли А они говорят Там лифта нет В этом здании На третьем этаже По лестнице Я говорю Я на костылях туда дойду На третий этаж Но я должен быть там С моими активистками Потому что я должен Показать Насколько этот проект Важен для них Для нас Для мира И для страны И когда я закатился На инвалидной коляске Потом по лестнице Дошел На костылях Обе ноги Наступать было невозможно Когда я появился У них И мы прочитали Клятву Вот тогда Они поняли Что действительно Настолько сильный Мощный проект Мы затеваем энергию Как это важно Что я даже на костылях Не поленился А вдохновил Приехал И лидер был Рядом Со своими Солдатами Солдатами Мирные солдаты За мир Вот так я расскажу Да это так Я сейчас говорю Мне текут слезы Потому что Вот кто героиня Нашего времени Сегодня И то что Общество Отворачивается То что Крутые люди Которые сделали В этом Мире Много Почему же Сейчас они Не отвечают Ни Хью Хефнер Который много Сделал для мира Для толерантности Ни Горбачев И поздно Рот молчит уже Сейчас про статью Которую Я редактирую И посвящаю Моим героиням Пред которыми Я преклоняюсь Потому что Илег И вырастил такими Сейчас Они Не поддержали Они не струсили В трудную минуту Когда Вся страна Отвернулась Все СМИ Отвернулись Друзья Бизнесмены Общественные Деятели Они не отвернулись Они зашли до конца И сделали Этот проект Сегодня Пришла мысль В том Что Если Российские Телеканалы СМИ Не хотят Это брать Показывают Сегодня Был у меня Зов Из прошлого Когда-то В 90-х У меня был Контакт С этой Организацией Вот И сегодня Он Второй раз Именно На почте Миротворчества Я думаю Что Корейский Телеканал Один из телеканалов С удовольствием Возьмет В этот контент Потому что Это будет Для них Интересно С межской Точкой зрения И с миротворческой И для популяризации Дружбы В том числе И российского И корейского Народа Да Лаки Это было Очень сильно Очень сильно Да Да Вы СМИ Заставили чудовище Плакать Чудовище Рыдает Но Как говорят У нас в России Отольются Кошки Мышкины Слезы Ну И это еще Не все Сейчас Вторая часть Исповеди Когда мне Приходилось Сражаться За самое Главное За мир В семье Итак Внимание На экран И всем привет С вами Лаки Ли На моем Ютуб канале Лаки Ли 69 Сегодня Пришло Время Поговорить О моих Взаимоотношениях О моих Взаимоотношениях С родными С близкими О взаимопонимании На 1 июня В День защиты День Ровно год назад Я объявил Свой миротворческий Проект В защиту Мира В защите Прежде всего Детей Для детей Сказал Что я Проект Посвящаю Может быть Не знаю Мама Об этом Не услышала Или Она Просто Не знает Может быть Я Не Снал Может быть Не увидел Материал Ввиду Отсутной Информации Вот Может быть Мама Не поняла Моего посыла Вот И Наверное Пришло Время Сказать Все В открытую Как есть Все Сразу Навалилось Одновременно Одновременно Наверное Каждый Каждый Ход Что В семье Могут Все Поссориться Из-за чего То Из-за чего То И поругаться Таким образом Когда мы Потом будем В пьесе Мирить Мы покажем Как В спектакле Как можно Поменить Странные Народы Такая Метафора Вот Была Ну И такая Высказанная Идея Что Может быть Лаки Есть Как символ Мира Во всем Да В гармонии В семье В социуме В стране Его Может Порвать Ситуация Когда Члены Его семьи Вдруг В разные Стороны Начинают Разбредаться И рвать Одного Лаки На части Собственно Да И это Как Лоскутное Деяло Оно Рвется И вот Мир Разрывается Да И Начинается Состояние Агрессии Какой-то Войны И прочее И мне Тогда Сказали Слушай Не притягивай Ситуацию Как бы За уши Как бы Это не покатит Это не Пойдет Это Что-то Не то Это люди Не поймут Или еще Что-то Вот Но Тем не менее Судьба Сыграла Со мной Злую шутку И так Ровно Сейчас Происходит У меня В семье Вот Я поэтому Сейчас Вот так Вот Уже Через Камеры Обращаюсь Открыто Ко всем Членам Моей семьи И Одновременно К команде А впоследствии К социуму К обществу Я ведь Злюсь На тебя Мама Это Это же Плохо Плохо Для наших Заноотношений Потому что Я тот человек Который Призываю К миру И хочу Показать Как нужно Жить В мире При этом Я не могу Найти Мира И понимания Среди Моей семьи Среди Моих Самых Моих Близких Лаки Мои Эмоции Они не Как Сейчас У Азиатского Человека Ты Видишь Мои Эмоции Это Моя Русская Душа Проявляется Мои Переживания Моя Эмоциональность И за что Я За идею Понимаешь Вот Я за Той Идею Мира Мира В семье Прежде Всего Но То Что Сейчас Между Нами Происходит Я не могу Назвать Это Мир Понимаешь Это Уже Называется Добрая Ссора Почти Почти Добрая Ссора Потому Что Мне От Тебя Как Не От Кого Как От Самого Близкого Человека Как От Достопочтимого Человека В нашем Семейном Клане В моей Жизни Человека Которого Я безмерно Уважаю Люблю Делаю Все Чтобы Чтобы найти С тобой Это Взаимопонимание Но Которое Не вредило Мне Не вредило Мне Как Личности Не вредило Мне Как Человеку Как Сыну Твоему В конце Законцов Твоё Неверие В Меня В Мои Цели И Неуважение Может быть Моих Достижений Не знаю Моих Как-то Успехов Ведь Подняться В обществе С такой Профессией Неуважаемой Прыгнув Из банкиров Из Уважаемой Профессии В чудовищность Вот в это И Чтобы В социуме Писали Говорили Уважительно Относились В большей степени Уважительно Писали Только Команда Верит В те Цели В лидеров Ведь Когда у меня Были Финансы Я вам Всё Давал И делал Всё И для Вас И для Племянника И для Старшего Брата Но То Что Сейчас Мне Нужны Финансы А Ты Не Понимаешь Этого И Стоишь Свои Где-то Цели И Задачи В Приоритете Над Моими В то Время Как Я единственный Кормящий Член Семьи Это Значит Не Уважать Мам Мою Деятельность То Что Я Зарабатываю Эти Деньги Я Всегда Кручусь Ты Знаешь Как Белка В Колесе Я Делаю Много Интересных И Социальных Проектов Просто Остался Буквально Ещё Один Шаг Когда Это Сможет Хоть Как-то Приносить Доход То Что Я Уже Делаю На Протяжении Четырех Лет Большой Социальный Проект Для Всего Социума Как Жить В мире Согласия В Понимании В Заемопонимании В Уважении И Поколений И Меня И С Тобой И Тебя Со Мной И Разных Взглядов Азиатских Русских Корейских Украинских Раз У меня Невеста С Украины Как Найти Всем Уважение Как Всем Дружно Договориться Жить В мире В Единой Цели В Мире Согласия Успехи В Развитии И То Что Я Сейчас Снимаю Видео Тебе Это Часть Моего Реалити Лайф Моей Жизни Документальный Который Зафиксированный Мам Мне Очень Нужна Твоя Поддержка Вера В Меня Мам 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 Вот она Обитая Где Год Назад Моей Мюзикле Сценарий Была Заложена Фраза Что В конце Мюзикла Когда Я выступаю На сцене На сцене Нью-Йорка И представляю Проект Защита Мира Со своим Мюзиклом Что Я же Не чудовище Я же Я же Благородный Рыцарь Который За мир Бьет И за мир Фемьи В том числе Замепонимание У меня была Такая Финальная Сцена Заложена Где Я на сцене Говорю Ну вот Вот она Я здесь Для того Чтобы Умереть Странно Вот я весь Открылся Разве Я чудовище И тут Выходит Моя мама Азиатская На сцену Радостно Обнимается Да нет Чудовище Ты не чудовище Почему я тебе Должен доказывать Мама Что Ты чудовище В сложный момент Когда мне нужно Осознать Крутейший проект Показать Как развиваются События Как можно Примирить Странные народы Как примирить Поколение Как примирить Меня Русскую душу Русского сына Моей корейской Моей корейской Мамы Ну как Вот чего Я от тебя ждал Понимаешь Что я тебя жду Вот какой поддержки Ну направьте Мнимание И силы на меня Ну подержи Скажи Что твой сын И чудовище Для себя Внутри В сердце В своем Уже скажи Ай да Лаки Молодец Ну Да мне нужна Эта поддержка Рима Ивановна Ну скажите Что Лаки Не чудовище Все таки Лаки Это было Очень сильно Очень сильно Никогда В своей жизни Я не встречала Человека Сильнее Сильнее Чем Лаки Ли Сильнее